Вместо кукол и детских игр пулеметная очередь разрыва снарядов. Детство Калины Петуховой закончилось в 4 года. В 41-м немцы оккупировали ее родной Псков. Город сравняли с землей, а местное население фашисты истребляли на протяжении двух лет. Немцы бомбили наш город, в основном ночью. Сбрасывали перед бомбежкой фонари такие, что на улице становилось ослепительно светло. И вот на первое мгновение затишье, а потом как начинался ад, настоящий ад. Это и взрывы, и бомбежка. Выживших, среди которых оказалась малышка Галя, ее семья, бесчеловечно схватили и согнали в поезд. Без еды, без питья, заколоченные вагоны были снаружи, с улицы. Холодно. И представляете, ни сесть, ни прилечь, это вот друг чуть ли не на друга загрузили. Куда их везут, люди поняли, лишь ступив на перрон. Это был литовский город Алитус, где расположился один из лагерей смерти. Туда немцы массово ссылали пленников в период Второй мировой. Узников расстреливали, издевались, сжигали и даже полуживыми зарывали в землю. Взрослым было тяжело, а детям тем более, которые ничего не понимали, ничего не знали. Над нами издевались, приходили, брали кровь. Сколько им надо брали от нас крови. И фармацевтические препараты испытывали на нас. Вот что-то дают, глотай, а мы не знаем. Даже органы людей отдавали своим солдатам, вспоминает Галина Петровна. Через год такого существования советская армия всех освободила. Правда, идти бывшим пленникам было некуда. Ни дома, ни денег, ни одежды, кроме полосатой робы. Семью Галины нанял богатый литовец, поселил в бане и заставлял работать от темна до темна за еду. Братья и отец занимались сельхозработами. Мама убирала по дому, а семилетняя Галя выслеживала курни сушек, чем заслужила любовь хозяйских детей. Дочери этого хозяина, они со своих вещей шили мне и юпочку, и кофточку. Я уже, у меня есть фотография, где я уже приодета, только обуви нет. Я, когда фотографировались, я травкой припорошила свои ноги, что они босые. После того, как отгремел День Победы, семья вернулась на родину, где столкнулась с презрением. Их не брали на работу, сложно было учиться. Считалось, что они самовольно сдались в плен. Семье пришлось на долгие годы замолчать о том, что пережили. Повзрослев, Галя вышла замуж за военного и переехала на Алтае, где живет уже около 40 лет. Говорит, к месту привязали дети, которые безвременно ушли. Похоронила двоих взрослых детей. Могилы здесь. Я теперь никуда не могу уехать. Хочу долго жить, чтобы ухаживать за могилами. Всю свою жизнь Галина проработала учительницей. Преподавала больным детям швейное дело. Сейчас в свои 82 тоже в строю. Работает при Совете ветеранов, поздравляет их с днем рождения, а также встречается с бывшими узниками концлагерей. На Алтае таких 300 человек. Помимо общего прошлого, их объединяет еще и памятный знак отличия. Медаль, на которой словно кровью высечено слово «непокоренные». Теперь Галина носит ее с гордостью и уже без всякого страха. Чтобы заглушить вот эту боль души своей, добро надо творить. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.